Берем вот такую, просто дубину, и делаем вот так вот. Хочу еще показать вам такую штуку. Ребята из Чехол прислали нам в дополнение к чехлам, которые у нас одеты на Весту. Кстати, они, как утверждали многие хейтеры, отнюдь не превратились в какую-то какашку бесформенную. Вы сами все видите прекрасно. Прислали нам в дополнение вот такой вот набор подушечек, которые представляют собой человека. Не верите? Пожалуйста. Вот эта подушечка для головы, вот эта подушечка под шею, вот это поясничный упор. Ну а вот это пятая точка каждого нормального человека, на нее можно присесть. Кстати, вот давайте попробуем, насколько она мягенькая. А сидеть на ней классно. Вот сейчас зимой холодно, я сижу хорошо, снег рядом, а мне тепло. Замечательно. Спасибо вам, ребята, из Чехол. Заказывайте у них и подушечки, ну, кто любит, и чехлы. Чехлы, кстати, реально получились нормальные, зачетные, без нареканий. То есть то, что вот мы их летом поставили, до сих пор катаемся, все довольны. Всем привет! Мы давно уже обещали рассказать вам, чем же покрыли нашу ласточку-весточку. Многие спрашивали, многие видели этот бешеный апельсин, и каждый раз один и тот же вопрос. Это, наверное, мат? Каким-нибудь пластидипом закатали, еще какой-то фигней? Нет, нет, и еще раз нет. Мы ее покрыли раптором. Раптор – это специальное защитное покрытие, используемое в основном на внедорожниках все-таки. И покрыли мы им Весту не потому, что так нам захотелось. На самом деле мы искали какие-то варианты, но представительство раптор само вышло на нас, российский его дистрибьютор основной, и предложил нам это сделать, так как им нужно было, что называется, исправить подмоченную репутацию. Многие сейчас начали покупать этот раптор, обливать им машины, после чего машина облазит за полгода, и вот никакого защитного эффекта, просто кусками отваливается. Причина, как они нам объяснили, и как по факту мы теперь знаем сами, кроется в том, что люди просто нарушают технологию. Экономят на подготовке машины, экономят на самом составе и прочее, в итоге получают хрень. Нам покрасили, как покрасили, бесплатно, сразу говорю, нам красили, но покрыть вот так вот, вот этим цветом машину стоит примерно без разбора, как у нас, примерно 65-70 тысяч рублей. Красится машина при этом, естественно, не идеально, есть мелкие недоработки, которые впоследствии бросаются в глаза, но, в общем-то, не критичны. По покрытию мы договорились так, это не реклама, это именно тест, по итогам которого мы выпускаем ролик тогда, когда сочтем нужным. Машину мы покрасили весной, еще в начале даже весны, и вот сейчас на дворе уже декабрь, 2017 год на носу, и мы решили таки опубликовать видео, так как машина у нас уже побывала везде, где только можно, включая даже мелкое ДТП. Что хочу сказать по покрытию? Во-первых, оно реально защищает, оно реально не облазит, не обтряхивается ничего, главное соблюсти технологию. В нашем случае была полная мотовка кузова, то есть лак весь был стерт, краска замотована, все это клалось еще на специальный, загрунтована машина была, и только потом уже клали Раптор. То есть процесс этот занял на самом деле несколько дней, там еще сох пока грунт и так далее и тому подобное, то есть в итоге покраска на неделю растянулась. То есть не быстро, но тем не менее, дефектов откровенных мы не нашли, у нас нигде ничего не отваливается, не скалывается, и даже там, где притерли, следов не осталось. Машина ездила у нас по легкому оффроуду, еще где-то между деревьями цеплялась, и да, давайте сразу продемонстрирую, чтобы не быть голословным. Берем вот такую просто дубину и делаем вот так вот. Я делаю абсолютно не опасаясь за состояние автомобиля, потому что следов на этом покрытии просто никаких не остается. А если что-то остается, вы берете тряпочку влажную, вытираете, и ничего не остается. То есть, пожалуйста, вот так вводим, возим, трем, все зашибись. Ничего с этой краской не происходит, все отлично. Теперь по поводу мойки. Моется машина достаточно легко, ее не нужно тереть, ее просто смываете керхером, поливаете пеной и повторно смываете керхером, соответственно. Единственное но, если есть какие-то жирные пятна, скажем, бензина капнули, еще что-то, вот там уже придется тряпочкой чуть-чуть потереть, это не очень удобно, но такие пятна на самом деле редкость, если вы, конечно, не долбоеб, который вот так вот заправляет свой автомобиль. В остальном проблем с этой краской, ну, лично я не испытал. Мне нравится выцвести, не выцвело. Вот тут, кстати, тоже такой момент. Некоторые жалуются, что быстро выцветает, там еще что-то происходит. Проблема, на самом деле, с выцветанием встречается ровно в одном случае. Если пожалели колера, то есть там есть специальная добавка цветовая, которая, собственно, цвет вот этот дает, яркость. Если вот его мало будет в составе краски, то она действительно может достаточно быстро на солнце выцвести. Но, как видите, катаемся, даже намека на то, что где-то что-то выцветит, нету. Кстати, опять же, машина очень много ездит по трассе. Классика трассы, это вот здесь вот все обколото, сколото. Ну, как видите, не намека. Ну, а вывод такой. Во-первых, если вы собираетесь красить свою машину раптором, скорее всего, это у вас будет внедорожник, то советую красить с полным разбором автомобиля. Это дороже, это почти вдвое дороже выйдет вам. По времени это будет сильно дольше. Но, поверьте, результат вас порадует. То есть у вас машина будет целиком покрыта этим составом. И в салоне, и снаружи у вас не будет ни прокрасов. У вас не будет повода беспокоиться о том, что где-то что-то поцарапается, где-то что-то начнет гнить и прочее. Главное, чтобы вам все подготовили и не экономьте. Покраска раптором на самом деле обходится не дешевле, чем краской. То есть здесь вам нужно понимать, если вам предлагают в каком-нибудь гараже облить машину за 30-40 тысяч целиком, что вот у вас будет вах, вообще, Вася, обещаю конфета, то можете смело выкинуть эти деньги просто, потому что у вас висит этот раптор обвалится, потому что люди не станут заморачиваться подготовкой машины и прочими элементами. Ну а по факту, лично я покрытием доволен на все 100%. Оно держит, оно классное. Вот здесь, ну, блин, ну здесь даже показывать нечего. Меня легонько притер автобус, ну не автобус, газель. Тьфу, не газель, маршрутка. Микроавтобус, маршрутка. Вот здесь вот, без вмятины. Ну, блин, ну здесь даже следа не осталось, а у газели поцарапанный бампер, потому что это покрытие проводит как наждачка буквально по поверхности того, кто притирается или кого вы притираете. То есть, ну, блин, ну это фантастика. То есть, если вы не будете ее мять, она будет у вас в идеале очень долго.